Я позволю себе сказать вещи, с которой, возможно, не все согласятся. Мне кажется, из всех наказаний, которым Бог когда-либо подвергал свой народ Израиля, самое тяжелое – это когда Он сказал, вы будете 40 лет ходить вокруг горы. Между тем, Он их не бил, Он их кормил, Он посылал им манну, с ними был Моисей все это время, Он их защищал, с ними была скиния, можно было найти Бога, помолиться Богу, все как бы было. Но в чем же состояло это наказание? В том, что как бы цель забрана. Цель, в принципе, сводилась к тому, чтобы ты биологически существовал. Вот тебе пища, чтобы ты не роптал, вот тебе одежда. Но смыслы, вот те самые глубокие, философские вопросы, ради чего я пришел в этот мир, у тебя забрали. Я читал об одном эксперименте, который делали в Европе. Нашли человека, который согласился сам, себя подвергнув такому эксперименту. Ему дали все необходимое для обеспеченной жизни, за него заботились, за здоровье, питание, у него были хорошие жилищные условия. Но суть эксперимента заключалась в том, что этому человеку не разрешалось ничем заниматься. Никаких инициатив, ни за что браться не разрешалось. Хочешь кушать, покушай. Хочешь спать, спи. То есть эта пытка для разумного создания – это одна из тяжелейших форм пыток, когда у тебя отнимают миссию, отнимают цель. Если мы, как церковь, не способны помочь новому человеку, мы не знаем, что ему предложить. Зачем Господу направлять этого одного человека к нам? Мы все равно его здесь не ждем. Мы не знаем, что с ним делать. Более того, он нам мешает, он нас раздражает. Нам хорошо без него. А когда он пришел, он нарушает нашу привычную среду. Без этого Господь не будет направлять таких людей к нам. Миссия Господа остается прежней. Он оставляет 99 не имеющих нужды в покаянии и спасении и идет искать одного. Господь не сменил своей профессии. Он по-прежнему спаситель. И эту миссию он возложил на нас. Поэтому мы всю церковь образовываем и обучаем, как держать в поле зрения новых людей. Церковь и ее устройство. Узнать большее вы можете на платформе forspirit.org.